Давно назрела необходимость кардинального подхода в льноводстве. Тема находится на контроле президента и не раз обсуждалась и с учеными, и с аграриями. Один из главных вопросов, по мнению специалистов, подготовка качественного семенного фонда. Минсельхозпрод в Беларуси определил 9 центров с полным циклом подготовки семян льна. Плюс ко всему, это попытка наладить производство так называемого длинного льна. Он используется при пошиве одежды и стоит, кстати, дороже. Как с этим обстоят дела? Алексей Волков продолжит тему. Ставка на сорта белорусской селекции. В год более 6 тысяч тонн. Именно столько качественных семян необходимо льносеющим организациям страны. Здесь в агроферме «Лучники» аграрии получают 3 тонны льняных семян в час. Специальная линия по доработке очищает урожай от некондиций и отбирает семена с максимальными показателями всхожести. Стоит задача поднять свое льноводство на уровень рентабельности. Также есть поручение президента. И учитывая, что у нас уже оборудование это есть, оно работает уже 8 лет. Поломок таких это не было. Мы подготовили эту линию и вчера, сегодня показали специалистам, как готовить этот льон. Сегодня в стране работают 40 линий по доработке семян. Больше всего в Минской и Могилевской областях. Как утверждают специалисты, они универсальные и могут готовить семена всех сельскохозяйственных культур. В том числе и льняные. Учитывая их близкое нахождение возле льнозаводов, были определены 9 таких центров, которые будут заниматься в республике подготовкой семян. Себестоимость производства одной тонны семян практически в три раза ниже, чем подготовка на льносемстанциях. Сегодня это составляет 50 рубля. 9 из 40 линий по доработке семян перестроили на работу только семенами льна. Ведь от их качества зависит будущий урожай. Главное, четкое соблюдение технологий. Об этом говорил и глава государства, посещая Оршанский район в августе прошлого года. Президент Александр Лукашенко обсудил с аграриями дальнейшее развитие отрасли. Поднимало эту тему и агентство теленовостей в своем проекте на контроле президента, где журналисты проследили весь путь льна от зерна к нитке. Вот он тот самый Леон Долгунец, который, можно сказать, является стратегическим ресурсом. Такой пучок весит приблизительно 200 граммов длина, сантиметров 60, десятый класс волокна, который и определяет качество льна. А в дальнейшем он идет на производство тканей. За тонну долгунца, как раз десятого номера, качество выше среднего, готовы платить на рынке более 2000 долларов. Но это в теории. Длинный рубль привлечет в первую очередь длинный лен, которого не хватает из-за брака при сборе урожая. 10-15 дней лен от цвилл подходит равномерно к созреванию. То есть нет растянутости в созревании самих растений в цинозе. Таким образом, это все в комплексе дает более высокий, более качественный урожай. Грант, василек, ритм, бойкий триумвират видов семян разбавляет еще 39 сортов. Есть и иностранцы. Высокая урожайность, устойчивость к болезням и полиганию – это лишь некоторые преимущества белорусских сортов. Еще один приятный бонус – цена. Наши сорта обходятся аграрием дешевле, а для того, чтобы получить максимальный урожай, выводят сорта, подходящие к разным климатическим условиям. Алексей Волков и Юрий Тихонович – агентство теленовостей.